Друзья, всем привет! С вами мной Геннадий Истомин и канал Добрые Гены. Сегодня я решил рассказать о том, как сделать такую стену из кирпичиков. Следовательно, я расскажу вам о том, какие процессы необходимо выполнить, какие инструменты нужны и покажу все это наглядно, чтобы, так сказать, каждый смог это повторить. Хочу сразу отметить на то, что данный процесс, он достаточно трудоемкий. Я видел ряд видео, где вроде так все быстро и так легко, на самом деле это занимает несколько суток, как необходимо выдержать определенные процессы, высыхания, грунтовки и так далее. Но зато сам эффект и результат, он того стоит. Поэтому не будем больше долго говорить. Поехали! Первое, что я сделал, я закрыл все свои полы картонкой, может, полиэтиленом. То, что было, тем и закрыл. Взял грунтовку глубокого проникновения и с помощью валика я прошел все стены. Ну, а в труднодоступных местах я проходил кисточкой. Углы это за трубами, там, за счетчиком и так далее. Все это сохло примерно где-то два часа. Ну, дал на высыхание там по инструкции в течение часа. Так уже трогал в стену, смотрел, когда уже окончательно хорошо высохло, чтобы скотч хорошо прилипал. Тогда я решил дальше уже продолжать свою работу. Следующий этап это была разметка. Вначале я широким скотчем на 19, прошел внутренние контуры. Там, где я не собирался делать штукатурку. После чего уже взял электронный уровень. Можно обычный, если небольшие расстояния, там, до двух метров, то, в принципе, можно обычным уровнем все это делать. Но у меня расстояние большие, там, почти четыре метра. Одна стена, а вторая, там, метр пятьдесят. В общем, отметил шесть пятьдесят на кирпичик на двадцать пять. Ну, и начал делать, в начале делаются горизонтальные линии. И с помощью скотча, в видео я записывал, как я этот скотч делал, сантиметровый примерно, я начал делать горизонтальные линии. В принципе, процесс не сложный. Ну, внимательность, наверное, самое главное, чтобы не накосячить. Так как, если линия пойдет неправильно, то, ну, потом это будет рисунок некрасивый. Так сделал всю стену в горизонтальных линиях. Наступило время делать вертикальные линии. Их делать немножко подольше, так как отрезать очень много, кусочки небольшие. Ну, в общем-то, вначале также начал делать разметку. И приклеивать маленькими кусочками, так сказать, уже стали появляться кирпичики. Вначале ножницами отрезал, иногда отрезал ножиком канцелярским. Ну, где как удобно, так и, в принципе, отрезал. И так также всю стену стал размечать и клеить. Вот получилась стена. Получилось очень красиво, даже появилась мысль, может просто покрасить и все. Кирпичики уже будут видны. Ну, после чего, последним этапом расклейки надо было заклеить обязательно. Розетки, их также надо клеить очень аккуратно. Одев перчатки, я взял смесь Ротбанд. У меня она была, я ей стал делать пару мешков. Размешал достаточно жидко. Так как участок достаточно большой, то пока ее наносишь, она начинает густеть. Ну, и начал все это наносить. Слой примерно 0,5. Где-то чуть побольше, где-то поменьше. Тут это несущественно важно, так как кирпич, он не должен быть ровным. Это будет смотреться лучше. После нанесения, пока доходишь весь участок, то начало уже начинает подсыхать. И можно с помощью влажных перчаток, чуть их смочив, начинаешь делать фактуру. Просто хаотично. Как нравится, так сказать. Так же фактуру придавал с помощью газеты. Просто сминаешь газету и промакиваешь всю эту штукатурку. И даешь этому всему еще подсохнуть где-то минут 15-20 примерно. В зависимости от слоя можно это все потрогать и проверить. Как почувствовал, что уже начал подсыхать. Взял шпатель и с помощью шпателя все это немножко заглаживается. Так же все это делается хаотично, так как нравится. Ну и в заключении уже еще минут где-то 10-15 даешь все это подсохнуть. И начинаешь очень аккуратно все это от скотча отлеплять с горизонтальных линий. Вертикально начинают задираться. И их также берешь и потихонечку все это отдираешь. И получаются вот такие вот прекрасные уже кирпичики. Мне очень они понравились. Я вообще просто от них тащусь честно говоря. Кто досмотрел это видео до этого момента хочу открыть маленький секрет. После того как ленту я все отлепил и прошло их где-то еще минут 20. Я взял обычные перчатки и поглаживая всю стену убрал лишние шелушавки так сказать. И кисточкой все смахнул пыль. После чего все это высохло и с помощью грунтовки я прошел еще раз все кирпичики. Получается что заняло это где-то примерно еще 14 часов все вместе. После того как окончательно грунтовка высохла я взял краску. Краска латексная, супер прочная, моющаяся. С помощью кисточки проходил все швы. С помощью валика закрашивал сами кирпичики. Все это проходилось в два слоя. С промежутком в два часа. Согласно инструкции. Ну и здорово получилось. Друзья я надеюсь вам понравилось мое видео. Понравились мои кирпичики. В следующем видео я вам покажу как делать пуазель. Это низ также из кирпичиков. И также камин на моей кухне. В общем дальнейшем мои видео будут продолжаться о кухне. Ну и конечно в результате я вам покажу всю кухню в целом. Ну что пока подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подскажу расскажу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok